здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим с вами с очень на мой взгляд интересным человеком у которого довольно на мой взгляд ну по крайней мере я с этим мало сталкивался название его ну звание что ли ну помимо того что это полковник это еще и летчик-снайпер владимир николаевич сгибнет здравствуйте владимир николаевич здравствуйте вот давайте мы сразу расскажем нашим телезрителям вы так не в кулуарах рассказали что такое летчик-снайпер потому что ну не все знают что это оказывается звание они как приобретенная что ли возможность летчик-снайпер это летчик подготовлены по всех условиях начиная от пилотажа так воздушного боя стрельб перехватом стрельба по наземным целям во всех условиях днем и ночью когда скажут тогда в облаках за облаками на малых предельно малых и больших высотах в стратосфере поэтому летчик-снайпер при выполнении всех условий которые я перечислил присваивался звание летчик-снайпер такая высшая оценка выше но не будем стесняться высшее звание летной профессии ну то есть я так понимаю что само слово снайпер означает что человек как вы сказали в любых условиях в небе состоянии выполнить боевое задание и довести его до реального результата владимир николаевич но понятно что наверное летчиками но многие люди хотели быть своей жизни летчиками связано это с разными вариантами а как вы стали летчиком почему именно это специального выбрали или случайно значите я родился в 1933 году это года которые страна переживала голод разруху и так далее но проходил подъем индустриальной индустриальной промышленной индустрии строили возводили сара страны но когда началась война мне было девять лет немцы пришли в сталинград в сентябре но перед приходом немцов в сталинград это было массовое массой налет немецкой авиации на сталинград а вы были в сталинграде да в этот момент если взять что сталинградская битва началась 17 июля это порядка 800 900 километров от сталинграда отступающие войска в основном передвигались вечернее и в ночное время поэтому а видели в том то положение в котором находились наши вооруженные силы практически техники было очень мало но когда немцы пришли в сталинград предместе сталинграда в первых числах сентября то у них конечно техника была на высшем уровне но и у них была тягловая сила это ломовые лошади которые таскали пушки так вели себя конечно нет немцы очень развязано по той причине что они все им дозволено они очень сильные поэтому я видел немцев по прибытии и в сталинград после взятия сталинграда и в то время когда они делали расчистку развалины разрушение сталинграда поэтому это и немцы были совсем другие те не те которые были вначале которые пришли начали стандартской битвы но мне приходилось в эти годы работать в колхозе в колхозе естественно какая может работа быть у ребенка или у юноши 10 лет это подвоз воды помощь в уборке в прополке и так далее но было большое стремление учиться учились в тех условиях когда школы не отапливались разрушены голод практически за хорошую учебу давали типа премию там выделяли хлеба муки и сахара ну символически приятно вот но так я проучился до седьмого класса появилась возможность открылись они открылись в тридцать девятом году спецшколы а спецшколы ввс их было 20 спецшкол в которых готовили по специальностям ну а когда после окончания 10 классов каждый уходил в то направление которую он выбирал в инженеры в летчики и так далее но я видел войну и видел как ведут воздушные бои в сталинграде загорелась появилось желание стать летчиком но летчиком как говорится не на транспортной авиации а истребительной авиации поэтому после окончания десятиклассовая пошел в истребительную авиацию которая отдал все года своей практически молодой трудовой жизни более 30 лет я пролетал на истребителях асту освоил более 20 типов самолетов летал простых сложных на малых и больших высотах но вот я позволю себе тут один вопрос адресовать вы не жалеете об этом не было страшно когда-нибудь ведь наверняка попадали в какие-то ситуации когда между жизнью и смертью находились я бы сказал так вот когда заявляют что я не никогда ничего не боялся я смело всегда шел просто особенно нашему поколению повезло что у нас были инструктора руководители воспитатели те которые прошли именно в горячие годы войны поэтому прежде чем выпую выпустить в полет всегда инструктор командир спрашивал готов 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 и никогда не говорили вот слетал лети до всегда спрашивал как и всегда после полета первого полета обязательно подходил и спрашивал как слетал поэтому ценили вот жизнь да и ценили правильный подход к этому делу не просто так вот были я бы сказал воспитатели психологи которые сами прошли потому что после первого вылета когда на боевое задание и когда по тебе стреляют если после трех как командиры говорили после трех вылетов возвратился то это уже считался летчик который понял что там просто так победа не достается поэтому я очень благодарен тем воспитателям руководителям или инструкторам которые вложили нас столько сил и энергии для того чтобы с нас получились хорошие летчики а ваш любимый может быть самолет значимая техника какая самолеты конечно винтомоторные это одно это учебные самолеты а реактивные мы начали летать на миг 15 дальше 17 19 21 23 и так далее сухие это совсем техника другая более современная и надо не только знание иметь но и хорошую физическую подготовку поэтому у нас всегда и особенно закалка после спецшколы это физическая подготовка всегда стояла не на последнем месте вместе с летной работой ну то есть это практически вы постоянно тренировались до поддерживали себя так скажем в правильном дело в том что для того чтобы переносить те перегрузки которые выполняется выполняется в полете то перегрузочный костюм а когда на высоту это специальная костюмы высотные шились и кстати в люберцах шили после персональной примерки посылали и через полтора два месяца на меня например шили два месяца потому что буквально индивидуальная подгонка после этого костюма дальше проходили в барокамере поднимали в костюме и как чувствуешь себя в этом высотном костюме то есть такое спец ателье было для вас так сказать поэтому я бы сказал что люберцы это тот город который дал мне путевку высотные полеты высотные полеты ну я так понимаю вы мне рассказывали что и скафандр что-то такое тоже было значит гермошлем 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 и высотный костюм который обтягивает прижимает не дает оттоку крови от органов жизнедеятельности а скафандр высотный это для того чтобы на высоте если произойдет разгромитизация или катапультирование чтобы кровь не закипела вот этот у нас гермошлем и одевался сейчас делаем небольшую паузу и все-таки я хочу вернуться к тому каким должен быть человек чтобы стать летчиком напомню что у нас в гостях удивительный гости есть летчик снайпер владимир николаевич сгибнев который живет долгую жизнь который много чем увидел и самое интересное мне почему-то кажется что именно самолеты вам как это ни странно жизнь продлили может быть там время вы как-то смогли сэкономить за мою жизнь летную налетал я на истребителей более трех тысяч часов из них порядка пятнадцати более двадцати тысяч пятнадцати часов более двадцати километров на высоте дальше полеты на малой высоте предельной малой высоте бои да стрельбы бомбометания с 50 метров ну то есть поработать сейчас мы вернемся к этому разговору сделаем небольшую паузу и продолжим напомним что эта программа открытый диалог у нас в гостях владимир николаевич сгибни в летчик снайпер вот вы говорите барокамера вы захотели быть летчиком и я так понимаю вы появились на свет тридцать третьем году то есть когда вы первый вылет совершили сколько вам было лет помните потому я попал в авиацию перероском все таки я в двадцать лет только десять классов ну осилил потому что война не учился и вот и возможно часть сыграла вот того что сокращение армии было в шестидесятых годах при хрущеве а так как стремление было большое летать добросовестно относился под сокращение я ни разу не попал но и слава богу да вот поэтому летную жизнь прожил не жалею и когда предложили после пятидесяти двух летнего так сказать возраста идти на нелетную работу хотя был без ограничения я не согласился потому что вся жизнь у меня прошла в небе в небе в полетах а это это правда вот так как это я даже не знаю что невозможно без этого жить что вам хочется в небо это правда или это лирика значите я бы так сказал что не можно жить не может жить невозможно жить я бы сказал так что в авиации авиация никогда не стояла на одном месте тем более если другой самолет значит практически надо повторять то что было но уже в осложненном виде и на другом самолете поэтому каждый полет он свой не отличается от другого по погоде по высотам по задачам и каждый самолет имеет свои особенности хотя надо сказать серии одна выпуск один но садись с одного самолета на другой совсем другое так же как и машина вроде одна а управление и тем более пилотаж совсем другой а у вас были полеты на на каких-то самолетах ну вот на одном и том же самолете вы долго летали или все-таки часто меняли машины начать сначала мы летали на разных самолетах затем закрепили самолеты для того чтобы и парашют подогнут был и у как говорится техник был то есть персональный самолет на смену давали был экипаж но на полетах закреплен только один самолет был кроме летчиков инструкторов которые кроме еще летали на самолетах с двойным управлением поэтому бывали что два самолета в смену бывают они совсем разные так же как разные с кем летаешь летчики понятно но любимый самолет был самый любимый какая марка значит самый он и остался это миг 21 21 потому что он уже освоен был как бы присиделся в нем уже привык и он более надежным потому что доработанные отказов меньше потому что первые полеты на высоту часто отказы были выключение двигателя как мы тогда действовали это как после полета полета на высоту выключаешь форсаж и если ты взял и выключил форсаж и затем двинул рычаг управления двигателем вперед то двигатель как бы захлебывался и остановился двигателем ну затем доработки сделали такие что до площадки с площадки снимаешь уже ты не двинешь дальше и отказы выключение двигателя прекратилось а какие ощущения у летчика даже самого подготовленного даже самого-самого много налетавшего когда у тебя двигатель выключается в небе это это наступает тишина которая необычна потому что все равно в кабине шум ощущается всегда всегда но когда двигатель станет что-то не наступает тишина вот тогда уже надо принимать меры для того чтобы запустить запуск можно было проводить ниже потому что на этой высоте все равно его не запустишь пока не потеряешь с 20 тысяч до 10 там 7 8 тысяч очень много вопросов к сожалению время подходит к завершению но я не могу вас спросить не спросить ваши родные близкие ведь каждый день каждый день вашей профессиональной работы тем более это вы сейчас так спокойно нам рассказывать вот мы осваиваем ту машину ту это же не даже автомобиль новый да он не безопасен ваши родные близкие как они восприняли во первых ваше вот такое стремление к этому и как ваша семейная жизнь протекала вместе с самолетной я бы так сказал ни родители ни жена ни дети никогда не говорили уходи или брось потому что не было такого даже намека о том что если мне нравится чтобы мне кто-то в этом деле перечил поэтому на вашей стороне но все по-своему особенно родители всегда переживают сынок ты не летай высоко пониже но на самом деле лучше летать повыше чем пониже потому что если снизу внизу двигатель откажет у тебя ни высоты ничего нет только катапультироваться надо или садиться вынужденного но каждая вынужденная посадка не всегда кончается благополучно а у вас был случай катапультирования или хотя бы тренировали значит для того чтобы отрабатывать навыки быстро и в определенной последовательности наземные катапультирования было таких наземных катапультирования 20 с лишним даже так вот они давали возможность о том что если произойдет на самом деле то есть как освободиться от кресла как раскрыть парашют как приземлиться и так далее психологически вам помогало на всякий случай вдруг если что значит я бы так сказал каждая тренировка никогда никому еще не вредила понятно хорошо о здоровье хочу поговорить если позволите вернуться невероятное количество лет когда вы вот как вы говорите переросток пришел и это же какие-то перегрузки как ваш организм это все воспринял вы быстро привыкли к этому состоянию это же не просто как вы сказали транспортная авиация значит я бы так сказал у инструкторов такая была привычка на винтомоторных что хочет летать но как он переносит перегрузки и делали такие фигуры чтобы если вестибулярный аппарат не срабатывает то после полета может вырвать да да но если как говорится инструктор знал что он именно проверял поэтому он на это особенно не обращал внимание на его но на самом деле он проверял готов ли ты дальше летать при таких условиях при такой перегрузке и так далее поэтому еще такой вопрос 60-е годы 70-е годы развития авиации и появление космоса вас тогда не было желания может быть попробовать себя в космической отрасли ведь все-таки из летчиков выбирали значит я бы так сказал с дальнего востока очень малый происходил отбор летчиков в космонавты а а пришли летчики 63-го года выпуска это считается с высшим образованием летчики и стали отбор но из тех которых отобрали которые захотели идти из них практически ни один не прошел почему отбор был очень слой серьезный серьезный поэтому не все подходили но с другой стороны по мандатной комиссии у кого-то бабушка родственники за границей а вот это даже это обязательно а то улетит туда это сразу уже чтобы биленки не было который на миг-25 ему летел это история поэтому с вами проводили политическую и поэтому я бы сказал что с наших с дальневосточников я ни одного не нашел чтобы они прошли в космос хотя с космонавтами мы очень встречались и тех летчиков которых я обучал они попали в космонавты вот видите значит вы полностью соответствуйте военно-космическим силам вот он сделал четыре космических полета это кто афанасио Виктор Михайлович это ваш ученик герой советского союза вот мы с ним летали это в германии готовились на на класс ну и готовили и других летчиков специально повышение квалификации я хочу чтобы вы поздравили всех наших телезрителей всех кого вы хотели сегодняшним вот майским этим настроением которое царит с 9 мая вот у вас есть такая возможность дорогие участники великой отечественной войны участники спецоперации участники локальных войн труженики тыла на которых легла вся работа и в войну и после войны вы поднимали страну дорогие дети войны вам досталось тяжелое время жизни разрешите поздравить вас с днем великой победы победы 1945 года здоровья бодрости настроения не унывать чистого неба над головой здоровья еще раз вам близким до встречи будьте здоровы владимир вы настолько вот понимаете что и шутит еще наш гость замечательно спасибо вам огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания